Всем здорова! Сегодня мы с Александром и Алексеем, я же не ошибся, пока нет, в прекрасном месте под названием Лавка-Лавка. Мы сегодня решили поговорить о тех деньгах, которые у вас точно есть уже в компании, вы их просто не видите. Мы занимаемся следующим, что после того, как клиент позвонился, еще есть куча операций, куча всяких мелких операций, где эта конверсия падает, просто забывается, где-то не перезвонили вовремя, после этого. И для того, чтобы чем контролировать, это нужно хотя бы фиксировать. И мы как раз занимаемся тем, что автоматизируем фиксацию вот этих всех процессов, которые идут дальше после того, как клиент позвонил, назначил их встречи, назначил их продажи, ну что-то. И мы для себя выделили таких шесть базовых вещей, где точно теряются деньги, обычно теряются деньги. Мы, общаясь с компанией, начинаем с аудита и ее управленческой системы. И первый из пунктов, на который мы обращаем внимание, это контроль поручения. Это обычная ситуация, да, там, человек что-то захотел для того, чтобы он это получил, клиент, есть некий производственный процесс, неважно, торговля, это производство, еще что-то. Нужно сделать 10 действий, причем на пятом действии нужно ответвиться, кому-то поручить, чтобы он тоже это сделал. То есть есть некая такая цепочка из действий, которая в конце концов срастается в продукт. И что обычно происходит? То есть, если сотрудник видит, что руководитель не сможет проконтролировать, на каком месте что-то застопорилось, то, в общем-то, у него большой мотивации это делать и нет. И поэтому что мы делаем? Мы делаем так, что система исключает отсутствие следующего шага. То есть сотрудник не может, бедоответственно, не сделать следующего шага. На конкретном примере надо купить какую-то железку, например, для того, чтобы клиент ее получил. Сотрудник Вася получает поручение от руководителя, купи железку. Вася должен отдать это в отдел снабжения. Он пишет в отдел снабжения, купи железку номер 1 и ставит дату и время. В отделе снабжения в это время вылетает окно. И отдел снабжения не может взять и закрыть это окно. Оно не закрывается программой. Все, что родилось в наших программных продуктах, оно с земли. То есть оно от проблем, от реальных. Конкретная проблема была. Нужно было купить на редкую направляющую. Мебелью занимаемся уже 15 лет. Редкую направляющую, она должна была оказаться в нужное время, в нужном месте. Ну, соответственно, по тем причинам, о которых я говорил, ее не купили. Кто-то забыл, кто-то запарился, кто-то... В общем, что получилось? То есть эту направляющую мне пришлось отправлять А. курьера денег заплатить. Б. купить ее по родичной цене, потому что я не мог уже быстро купить ее оптом по безналу. С. отправить на объект. Заплатить еще лишний день работы бригады. Я посчитал, мне эта история вышла в 15 тысяч рублей. В 15 тысяч рублей, хотя могло быть не копейки, просто потому, чтобы была эта система. Почему-то у нас у руководителей часто представление о меньшее тратить, это купить что-то дешевле, кого-то продавить на скидки. А то, что внутри компании, через сотрудников, через избыток сотрудников, кстати, раз. Потому что такая система позволила мне одного сотрудника сразу убрать. Второе такое глобальное, это неэффективные расходы. Сейчас на примере веб-аналитики. Сейчас в основном все, кто получает трапик из интернета. У нас как в Урсобанке, мы говорим, половину бюджета точно тратим впустую, но такое непонятное. Да, да. Веб-аналитике мы уже научились отслеживать, какое ключевое слово приносит больше реально денег. И перераспределяем бюджет так, чтобы эти слова приносили больше денег, еще больше, не меняя бюджет общего. То же самое происходит и с видами продукции. Вот поставили мы такую программу на степольном производстве, да, у наших клиентов, и только оценив вот эту себестоимость продукции... Сделайте. Ну, да, да. То есть, почем продал менеджер? Да. Получилось, что за первый месяц использования там вырос оборот на 785 тысяч рублей. То есть, вот, очень просто. Это тоже та же самая аналитика, только по продуктам. Как это можно тоже делать? На коленке. Можно делать в экселе. Если небольшое количество там видов продукции, то вы примерно узнаете свои расходы там на то, чтобы этот продукт получился у вас. Можно делать в экселе. Просто когда вырастает количество или ассортимент большой, просто это немножко сложновато по времени. А так, ну, там огромный ресурс финансов. Потому что вот как, да, тебе, если я знакома, как с этой конверсией? То есть, вроде набрали полуслов, и вроде бы нормально, а внутри 90% шлака. Оно вроде все несет, только это. Шлака всегда вот, да, 80% обычно. Только аналитика позволяет это вычислить. Еще вот момент важный с коррупционной составляющей у менеджеров, да, то есть есть у каждой компании система мотивации. Ну, менеджер, менеджер, говорится, будешь делать вот этакие правильные действия, получишь больше денег. Они не всегда совершенны, потому что, ну, они как-то выстроены. Менеджеры, они приспосабливаются не под то, чтобы у компании больше было денег, а как ему себе денег на карман больше выжить. Это нормальный процесс, вот, и что вот получилось, кстати, в этой стекольной компании? Мне представили, сказали, вот этот топ-менеджер, самый лучший, то есть всех вообще, всех бьет по оборотам. Завели, когда в программу, увидели, что рентабельность его сделок ниже. То есть реально менеджер, который стояли за ним, и которые считались не очень хорошими, прибыли компании приносили больше. А он за счет того, что давал эти дисконты, ну, там мы не до конца разобрались, имел ли он какую-то еще обратную финансовую связь с этим, но даже просто, исходим из того, что он просто давал большую скидку. Он наколачивал оборот, получал по этой системе большие бонусы, признания, а реальные люди... Да, естественно, оборот на бан завязан. Вот, и все, то есть, и как только мы это дело поправили, сразу все вырылось. Это дало возможность руководителя увидеть, что теперь стоит некорректно. Вот тоже, как примеры жизни, при работе с нашим клиентом, сделали просто понятную глаза, загрузку производства. То есть, кто производства, сколько заняты. Причем, это отчеты, они такие, что можно не отглянуть, и видна картинка сразу. Вот одно это дало понимание, что сколько там, два человека? Ну, суммарно три оказалось, которые ничем толком не заняты. То есть, они ходят, имитируют, но я в двух словах скажу. Да, мы все, когда, в чем мы всегда хотим, как руководители? Мы хотим, чтобы деньги, заплаченные человеку за работу, имели хоть какую-то связь с пользой, которую он приносит. На производстве это очень сложно, потому что человеку выдают задание, там, скажем, что-нибудь отрезать, отпилить. И мы добились того, что начальник цеха вводил четкую привязку, что три часа этот человек занимается этим заказом. Но, значит, этим же заказом другой заниматься не может. Нельзя, как бы сказать, мы вместе занимались. И когда мы четкую связь привезли, визуализировали, то оказалось, что вот этот человек работает как слон, получает эти деньги, рубль. Этот вообще почти ничего не делает, получает эти же деньги. Значит, у этого мотивация падает, а эти, получается, получают три лишних зарплаты. То есть, зарплата там вот на 175 тысяч были сокращены сразу, этих уволили. А за счет этих чуть добавили тем, и те стали работать эффективный стимул появился. Ведь они-то внутри знали, что они работают, а этот нет. Тоже этот фактор очень важный психологический. Как человеку это самому сделать? Имеется в виду без всего. Ну, в экселе можно заводить, на бумажке, начальне на бумажке, да. Просто кубики рисовали. Как там? Ну, там на бумажке просто сложнее анализировать. Человек, когда до выполнения какой-то задания, он написал задачу номер, там, не знаю, заказ 15, выкол, или, там, часть заказа, да, взял другой. А потом уже вот эти цифры забить в экселе, и видно, насколько закрутлены просто люди. Очень интересный вопрос, который мы себе часто задавали. Сколько мы заработали, называется вопрос. И когда очень все просто в компании, просто есть приход и расход, вопросов нет. Ну, в 99 случаях происходит все не так. Кто-то вам должны клиенты, что-то вы должны поставщикам. Ну, чуть-чуть, вот, любой, торговли, где угодно это есть. И получается, что если эти цифры вы не знаете в оперативном режиме, то очень легко вывести, как называемый, там, тренинговый разрыв. Когда компания прибыльная, короче, а денег, в общем, а денег нет в кармане. И мы, кстати, когда в стекольной компании завели, у них тоже все задолженности были через бухгалтера. А бухгалтер же хитро делает, они же вообще не бухгалтерия, она с жизнью очень слабо связана. Просто бухгалтерия – это система взаимоотношений фирмы с государством. Часто руководители пользуются этой информацией для себя как управленческой. Ну, связи очень маленькая, потому что бухгалтер фиксирует все сделки по мере их закрытия. Все, что до этого для него, это какие-то промежуточные процессы, которые, в общем, и я к чему. Значит, поэтому нужно сегодня сейчас понимать, сколько на что израсходовано, да, и кому сколько должны. Бухгалтер эту информацию предоставить не может, она кварталами живет. Ну, может, если ей поставить такое задание? Нет, это тогда она будет уже не бухгалтером, она будет имитировать из себя управленца, дать информацию с бухгалтерской отчетности, еще кого-то спрашивать. Бухгалтерия для меня – это вообще профессиональный сенс юрист, бухгалтер, юридер. Нет, ну шутки. Нет, сейчас программисты есть. Да. То есть, тут это несложно. Вопрос, что это надо просто вести. Опять же, это можно вести в Excel. То есть, ну, тогда нужно, чтобы какой-то человек сделал такой учет. Блин, если честно, я вот с народом общаюсь, они все примерно понимают, что надо делать, но никто, на самом деле, там не делает. Мы с этим сталкиваемся, да. По приборам идут, знаешь, такие. Вот. Приборов-то нет, как раз. В тумане, в тумане вообще идут. По пачке Баламора. У нас у всех, в основном, бензины, у которых нету датчика бензина. Мы вот выскакиваем, посмотреть, там, зимой есть бензин, еще есть. Это вот хорошо, что только датчик бензина стоит, аналитику начали ставить, да, это был аналитик, там, еще что-то там. А остальные эти датчики, они вообще отсутствуют. То есть, поэтому так, ух, деньги есть, то деньги есть. Мы тоже, знаете, в программе, в своей фирме пришли после того, как мы минут по 30, по 40 просто понимали, какой у нас оборот. Отсюда, отсюда, а вот там, а вот там. И пока мы это делали, да, информация становилась неактуальной. То есть, пока ты это делаешь длиннее, ведь Excel, в принципе, неплохо для начала бизнеса. У меня есть один такой ключевой недостаток, что ты данные туда ввести можешь, в Excel, на бумагу. А вот процесс обобщения, анализа, это, тут-то кнопка одна, программа, она все берет, извинчает и вытаскивает. У вас просто, ну, как бы, то, что вы сейчас в Хантере, нам настоящее сказали, есть некий продукт, да, то есть, который вы просто внедряете, да? Есть продукт, которым мы уже физически занимаемся порядка 10 лет, начали мы это делать для себя. Вот именно из таких же боли, то есть мы это сделали сначала для себя. Ключевая разница, есть коробочные версии разных вариантов УПР-программ, да, управленческих. В чем ключевая разница? Первое, любая коробочная версия, она изначально задумывается для широкого круга фирм. А значит, они сильно много нагромождают того, чего, в принципе, чеку не надо. То есть, анализируют. Да, а мы делаем так, мы вообще у нас, мы пользуемся кодом 1С, но мы вот берем реально чистый код, вот чистый, чистый лист и начинаем с названиями, как это называлось у этих людей, писать ровно то, что у них происходит. Ни одна у лишней клеточки. Вы сейчас есть клиенты у вас? Да, конечно. И мы прям описываем ровно бизнес-процесс, и людям, у них остаются внешние старые формы, от этого очень внедрение простое, то есть персонал мне надо переучивать, названия те же самые. Вот мы сейчас полемизировали с одним клиентом, сейчас не буду там на камеру, но он говорит, у нас это называется так. Я говорю, ну по сути это же не оно, мы понимаем, что не оно, но мы так привыкли. Я говорю, ну значит так и оставляем, документ будет называться так. Какого размера вообще ваши клиенты и кому стоит вам писать? Размер? Кто клиент вообще? Там, где есть что терять? Там, где уже существующий бизнес, конечно, и будут бизнес-процессы, и есть клиенты, есть какие-то отгрузки, продажи, вот. Но у нас основной подход, мы когда начинаем общаться с клиентом, то мы должны увидеть его деньги в этой программе. То есть мы идем, говорим ему, вот деньги твои, которые с помощью этой программы уже увидишь, и тогда мы работаем. А, ну фактически ты просто как мейк торнадо, мы даже зарабатываем деньги, типа сэкономляем. Ну конечно, да. Лишних наворотов не нужно никому. Вот, и раз уж я знаю, что это будет за предложение. В общем, суть в том, что под видео будут ссылки на Лешину, в сеть, да. Вы напишите, если я правильно понял, вы сделаете бесплатно полностью аудит. Да, управленческий экспресс-аудит, да. Нужно или не нужно? Управленческий экспресс-аудит, нужно или не нужно? Есть деньги, нет. И если увидим, то мы можем сказать, как на бумаге это можно, если вдруг не время решено, например. То есть, в принципе, на основе аудита ты либо можешь дать какие-то рекомендации, либо просто сказать, какую сумму примерно можно до заработать за счет экономии этого месяца. Да, да. Мне кажется, что если вы тем более экспресс-аудит, то есть, собственно, своими ручками все было почутано. Аскортиза довольно серьезная, поэтому пишите Лешу под видео, добавляйте в друзья. Ну, как минимум, вы просто получите какой-то отчет в мини-экспресс-аудит, да. Вот, поймете для себя эти точки роста, но если срастется, то будете уже работать. Спасибо большое, что рассказали нам. Все, друзья. Всем пока.